Ну что ж, я всех приветствую на своем канале, добро пожаловать. И в этом видео мы разберем с вами мой, где-то порядка месяца назад написанный трек C. Разберем, посмотрим, из чего он состоит. В общем-то, меньше дела, точнее меньше дела, меньше слов, больше дела. Ну что ж, погнали. В общем, трек, как вы могли уже слышать, я надеюсь, вы его слушали. Если еще не слушали, обязательно послушайте. Трек, на самом деле, здесь у меня очень простой. Если брать там, не знаю, по количеству дорожек и так далее. В общем, начинается трек у нас... Сейчас, секундочку. Начинается трек у нас вот с такого вступления. Здесь я использую вот такой вот пэт. Пэт очень достаточно стандартный. Это у нас Nexus 2. Присед здесь вот под какой-то кримии... Баблс, в общем, я звуков здесь никаких не накручивал, брал... Ну, стандартные какие-то пресеты использовал. Единственное, что я делал, то, конечно же, я их каким-то образом обрабатывал. Вот, я могу немножко запинаться, я волнуюсь. Первый раз все-таки. Вот. Значит, что? У нас пэт на первом канале. И вот срезал ему у верха. Низа немножко почтился, здесь чуть-чуть прибрал. Если мы сейчас уберем обработку, то звучат ему будет следующим образом. Вот, в оригинале этот пэт звучит вот так вот. Давайте даже в соло поставлю. Во. Вот, значит, такая вот. И вот эта прогрессия аккордов найдет по всему-всему-всему треку. Если можете посмотреть, она вот-вот-вот-вот от самого начала до самого конца. Вот. Дальше здесь идет еще у меня в такой вот второй пэт, тоже дополнительный. Та же самая мелодия, тоже на первом канале. У меня в микшере. Вот, собственно, они вот посланы на эту группу таким образом работают. Значит, прокрытые у меня здесь, это у меня срезанная верха. А не за, как я уже говорил, из-за того, что фаттинер, я немножечко добавил громкости, потому что без него звучит он. Вот. Далее, далее, далее. Что тут еще? Господи, сколько окон, сколько окон в файлке, это капец. Бас. Бас здесь тоже, в общем-то, простой. Это рис-бас. Вот таким вот образом он звучит на втором канале у меня. Здесь тоже немножко погромко сделал, поднял. А сам бас, это у нас в сервуме, накрученный пресет. Я в интернете посмотрел. В общем-то, в этом нет ничего такого. Сверхуестественного. И мне этот бас очень нравится, я его часто использую в своих треках, в своих работах. Ну вот. Дальше. Дальше. Что еще? Ударка, ударка. Давайте послушаем ударка. Здесь тоже очень простая у меня сделана. Так, сейчас. Это здесь у меня, значит, кик. На четвертом канале. Здесь тоже, опять же, у меня эквализация есть небольшая. Сейчас вот, если кик послушать соло. Без обработки кик в оригинале звучит вот так. Вот, я ему срезал верха, чтобы он звучал как пинок такой хороший. Дальше, сообще-фатэнером поднял немножко громкость. Ну и, естественно, здесь есть фруктипи-контроллер. Это для того, чтобы сделать сайдчейн. Клэп здесь обыкновенный. Тоже на третьем канале у меня. Здесь никакой обработки нет. Чисто вот Valhara Vintage Verb. Чисто реверберация, чтобы был хвост. Вот так он звучит без обработки. Это уже с обработкой. Дальше здесь у меня добавляется луп. Еще здесь у меня приклэп, да, какой-то, вот, я слышу. Тут, по-моему. Да, вот он тоже, по-моему, на третьем... Нет, на восьмом. На восьмом канале тоже здесь обработка у меня убрана низа. Ну, их, в принципе, здесь я на анализаторе не вижу, но на всякий случай я их убрал. Мало ли, чтобы они в общий мисс не добавляли грязи. Вот, без обработки это все дело звучит вот он. Просто, как пим-понговый шарик такой. Опять же, Saus Fatener, Reverb и вот, Valhalla Shimmer для того, чтобы добавить такой... Больше пространства, больше объема, что ли, я не знаю, такой хвост линючий ему сделать. Вот, мне это очень нравится, эффект, поэтому я его использовал в этом треке. Дальше автоматизация какая-то. Здесь также добавляются, ну, шумовые эффекты. Тут, в принципе, тоже ничего сложного, как бы. Вот, обычная вот эта тарелочка. Дальше. У меня, по-моему, здесь что? Да, вот. Добавил шум какой-то грамм пластинки или что-то типа того, для того, чтобы создать атмосферу. Также, плюс ко всему, у меня здесь идет... Какие-то звуки, вот я взял. А, ну, это у меня капелла. Такая вот тоже для атмосферы взята. И звуки птиц. Вот, с моря. Тоже обработка здесь у меня идет по минимуму. Valhalla Vintage Warp и Valhalla Shimmer. Даже немножко эффект прибранный, видите, практически. Ну, там, почти на 50%. А, значит, что еще? Здесь у меня открывается мелодия такая вот. Мелодия, на самом деле, тоже очень простая. Это какой-то пианино. Сейчас, где у меня там нотки-то? Вот они. Почему не звучишь? Я не понял юмора. А, ну, понятно, почему не звучит. Потому что... Потому что автоматизация. Сейчас. Вот, тоже это у меня Nexus. Пианино какой-то вот стандартный пресет. Просто немножко обработанная. То есть, как... Фильтрация, опять же, убрал низа. Чуть-чуть добавил здесь, чуть-чуть здесь. Ну, оно у меня, в принципе, на 8-м канале. Вот. Стандартная обработка, опять же. Ничего сверхъестественного. И вот эта мелодия, она у меня... Ну, практически по всему треку идет. Такая заполняющая. И звучит достаточно. Вот, она простая, но... При этом звучит, по-моему, достаточно неплохо. Также здесь вот еще дополнительные звуки добавлены. Вот шейкер такой вот. Тоже у меня обработан. Просто немножко я вверха убрал. Тупо не был таким супер-песочным. Что еще у нас? А, ну, так вот у меня еще добавлен здесь звук. Ну, то есть я вот просто, ну, грубо говоря, на слух все это накидывал, всю эту ударку, чтобы просто звучало как-то вот качева, скажем так. Дальше яма. Здесь у меня в переход в яму идет таким вот образом. Переход у меня, значит, здесь... Что у нас тут? Вот так вот сделано. Единственное, да, мне не нравится, что здесь вот у этого брейкдауна, у него эти начала такое резко начинается. Ну, я, конечно, могу это все убрать автоматизация, но VFL, опять же, блин, мне это неудобно. Я поэтому по итогу перешел на Ableton, потому что там все это взяло гораздо удобнее. Ну, это я вам сейчас проект показываю VFL, VFL Studio. Вот такой вот уже вокал-тносфер, но очень добавлен. У него я... Я не знаю, у него печень что-то убирал, не убирал тоже ProQ, Soul Switch for Trainer, ну, то есть, стандартная обработка. Также у меня, кстати, на 8-ом групповом канале. Вот. Прэкдаун такой вот у меня. Он такой, как бы, добавляет, не знаю, ну, тоже качество своего рода. Птички. Так, что это у нас? А, ну, вот шум моря, собственно, там, приливы, водички там какой-то, да? Все это тоже, опять же, очень атмосферно звучит. Вот с чаечками, с вокалом, да? Дальше идет вот такой вот у меня вокал. Чтобы разнообразить как-то трек, опять же, чтобы он не был однообразным. Ну, в любом случае, конечно, вся музыка у нас. Это все какое-то повторение чего-то одного и того же, только уже с добавлением каких-то там мелодий дополнительных. Этот вокал, он у меня, на пище у меня аж на 12 убран. Вот, на 12 полтонов он у меня убран. Оригинально звучит вот так вот. Обработка всю убрать. Это вообще женский какой-то голос. Плюс верха немножко подрезал здесь, что-то убрал. Ну, и, опять же, стандартная обработка у меня ревер и волхол шеймер. Чтобы такой какой-то, знаете, такой создать вокал где-то далеко там играет. Ну, и в кульминационном моменте, скажем так, все это начинает играть вместе. Единственное, что здесь еще добавляется, у меня вот такой вот шейкер. Вручную прописан у меня. То есть, не в паттерне где-то здесь, а просто я его по плейлисту накидал. То есть... Сейчас, если метро-ночь включить. То, что добавляет такого своего кача. Ну, в общем-то, и весь трек, наверное, что вот вроде все разобрал, все показал. Дальше здесь какая-то работа автоматизации идет, да? То есть, где-то что-то приглушается, где-то что-то нарастает. Ну, и опять у меня это... Это пианинка у меня идет здесь так же. Только опять же где-то у меня... А, ну вот оно вот в этом моменте. Да, оно у меня постепенно начинает играть. Плавно открывается. Фильтр, скажем так. Вот в этом моменте можно услышать. Ну и вот так далее. Дальше в этом моменте у меня... Еще один, я не знаю, еще более развитый становится трек. Такая уже прям суперфинальная часть. Вот. У меня здесь начинает играть еще одно пианино. В два слоя, но у меня залейрено. Вот такой пианинка у меня, по-моему, тоже Nexus. Да, у меня тут, можно сказать, в основном все Nexus. Тоже какой-то вот стандартный пресет пиано там. Вот оно. В 12-м канале микшер, значит, здесь HDL-стерео у меня. Странно. Почему HDL-стерео у меня показывается... Да, вопрос. Волхала шиммер. Pro-Q3 тоже не за все убрал. Крутить делами используется. То есть, если без обработки, то... Хотя, можно не так, можно вот так вот выключить. Если без обработки, без учащища... Очень сухо. Вот, а обработка такой воздушности пианино придает, как бы оно такое отрывистое. Воздушное. И второй слой добавляется тоже. Это вообще какой-то plug. Вот у меня в спайере накрученный plug. Или нет? Нет, стандартный пресет взят. Вот он лид. Тоже добавляет и к воздушности. Вместе они звучат таким образом. Ну, то есть, все эти какие-то мелодии, если они звучат как-то по отдельности, может быть непонятно. Но, в сумме, конечно, это все дает вот такое звучание, о котором мы, в общем-то, и пришел. Ну, и в конце у меня тут тоже. Мне понравился вот такой вот эффект, я применил здесь. То есть, у меня идет... Как сказать-то, реверснутый краш, краш, по-моему, да? Сымбол. Оп, и все. И все как бы прекратилось. И в сумме звучит тоже очень прикольно. И все, и все прекратилось. Ну, дальше у меня есть автоматизация, уже выбирается громкость. Некоторых каналов там. Оставить чисто вот только пэды. Вокал какой-то протяжный такой вот. Чаечки тут. Шум моря, да? Ну, да, вот шум моря, прибоя там. Это чайки у меня, по-моему, да? Да, вот эти чайки. Все вместе, конечно, это дает очень классный эффект. Вот. В общем-то, вот такой вот трек. Здесь, в принципе, нет ничего сверхъестественного. Написал я его, не знаю, давайте посмотрим. Семь с половиной часов, из которых я, наверное, еще два часа просто слушал. Как-то там что-то прослушивал. А может быть, даже чуть меньше. Ну, за семь с половиной часов, вот именно семь с половиной часов конкретно работа в программе. Вот. Это вот если бы я, допустим, сел там, а то, а то я, то я бы, в принципе, семь часов просидел бы за этим треком. Вот такие дела. В общем-то, вот и весь трек. Если что-то непонятно, пишите в комментариях. Что-то, может быть, не показал, но... Да вроде все показал. В общем-то, спасибо огромное, ребят, за просмотр. Ну, и увидимся уже в следующем видео. Всем до новых встреч и всем пока-пока.